Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на берегах города-курорта Анапа. Сегодня у нас небольшой коммерческий видеосюжет, чтобы заработать немного денег. И вам расскажем и ответим на вопросы, которые вы задавали вообще в других видеосюжетах о том, как переехать на юг. Можно с минимальными затратами построить себе свой собственный дом практически на берегу Черного моря в различных местах. И для этого у нас есть сегодняшний гость. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Лобанков Алексей. Я основатель и учредитель группы компании «Проф. Недвижимость». Мы на сегодняшний день активно занимаемся реализацией льготных ипотек на строительство домов на территории как Черноморского побережья, Азовского, ну и, в принципе, на территории Краснодарского края. Да, где это есть? У нас офисы компании представлены. Главный офис – Новороссийский, Анапа, Раевская, Витязева, Тамань, Крымск, Славянск-на-Кубани и Краснодар. Везде все это можно реализовать. Сегодня хотел бы ответить на какие-то частные вопросы, потому что 90% времени мы тратим на разъяснение, что действительно эти программы есть, что они работают, что они безопасны и что действительно на сегодняшний день есть уникальная возможность улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки с минимальными вложениями. На самом деле это классно. Ни у меня, ни у кого раньше такой возможности не было. Первое – это какие ипотеки есть на сегодняшний день. Немножко перебью. Ошибся, ребятки, не только Черного, но и Азовского моря, потому что Тамань как раз-таки у нас больше омывается именно Азовским морем, и там более выгодное предложение, потому что земелька стоит там гораздо дешевле. Конечно. Вообще, самый интересует меня главный вопрос – куда сейчас больше всего люди переезжают? Есть два крупных города, которые генерируют основной трафик. Первое – это Анапа, потому что она разрекламирована, знакома всем. Второе – это город Новороссийск, потому что это крупный портовый узел. Все сначала хотят, говорю, в Анапу и в Новороссийск. Но Анапа и Новороссийск, касаемо цен на земельные участки, конечно, уже очень дорогая. И если люди хотят не отдаляться от моря, то они рассматривают Анапский, Темирюкский район и Тамань, потому что там тоже есть море. Только цены на земельные участки в три раза дешевле. Участок, например, в Анапе, ну, грубо говоря, в ближайшем пригороде, будет стоить там 4,5-5 миллионов рублей. Аналогичный участок по расстоянию до моря в тех же самых Кучугурах будет стоить, ну, миллион триста. И для людей, которые приезжают для летнего отдыха, зачем им переплачивать? Так же, как и по Новороссийску. Все хотели бы в Новороссийск, но Новороссийск – это уже там 3,5-4 миллиона за неидеальный участок. И многие люди такие, о, давайте где-то рядом с Новороссийском. Рядом с Новороссийском – Крымск. Почему? Потому что есть участки за миллион четыреста. Плюс на Черноморском побережье, на Азовском, да, где шаговые, ну, доступности, ну, даже 5 километров до моря нету сельской ипотеки. Сельская ипотека есть в Славянске на Кубани, в Крымске. И, например, приезжаем мы в тот же Крымск, люди полноценно там живут, и они говорят, ну, а зачем нам каждый день, в принципе, на море? Мы на выходные сели на машинку и в Кучугуру, и там через Ворениковку приехали и посмотрели. Поэтому люди везде, селится вопрос бюджета. Людей, у которых бюджет до 6 миллионов, их тысячи. Людей, у которых могут себе позволить Анапу за 8, 9, 10, 12, гораздо меньше. Мы предлагаем любую локацию. Почему сейчас вот тоже пошли именно в Краснодар? У многих дети учатся, например, они хотели бы рядом с детьми. Там гораздо все тоже проще. То есть тоже есть земельные участки, грубо говоря, за 1,5 миллиона рублей, где вы можете реализовать эту ипотеку именно на строительство. Почему это вообще работает? Почему об этом никто не знает? И, в принципе, какие ипотеки существуют? Как люди могут себе взять льготную ипотеку? И под какой процент, и с каким платежом строить себе дом? И на какую сумму они могут рассчитывать? Есть ипотека. Первая ипотека, это ипотека с господдержкой. Она называется так, ипотека 2020. Ее действие заканчивается 1 июля этого года. Что она дает? Она дает возможность построить дом в льготную ипотеку. Процентная ставка будет 8%. Платеж в месяц будет составлять 44 тысячи рублей. На втором месте стоит семейная ипотека. Семейная ипотека у нас 6%. Платеж 36 тысяч рублей. Но там есть условия. Если по первой нужно было только аккредитованную компанию иметь, по второй либо одного ребенка, рожденного после 2018 года, либо двух несовершеннолетних детей. Третья, это ипотека под 5% для IT-специалистов, которые работают в IT-сфере. Там есть перечень предприятий, которые подходят и там дают ипотеку 5%. Там платеж 31 тысяча в месяц. И самая выгодная на сегодняшний день, это сельская ипотека. Сельская ипотека 3%, платеж в месяц 18%. Но под нее подходит только перечень тех территорий, которые губернатором был утвержден в постановлении. Ближайший от Черного и Азовского моря, это Крымский район, либо Славянск-на-Кубани. Все. Сельской ипотеки ни в Новороссийске, ни в Анапе, ни на Тамане нет. Поэтому очень многие выбирают земельный участок стоимостью миллион плюс-минус. И выбирают строительство дома. По цене, по фиксированной цена, фиксированной при частовой отделке, 42 тысячи рублей за квадратный метр. Дом 80 метров войдется в 3 миллиона 700. Плюс земельный участок 4 миллиона 700. И люди даже не берут полную ипотеку на 6 миллионов. Им достаточно даже до 5. И тогда у них платеж вообще будет 31 тысяча рублей в месяц. Это, в принципе, на сегодняшний день аренда двухкомнатной квартиры. Вы решили снять дом отдельно стоящий, новый, на участке 5 соток. Такого продукта практически нет. Либо у нас все там с хозяевами сдается. Есть тоже запрос на такой клиент. И люди готовы его снять и платить. Рассматривать, как инвестиции. И люди готовы платить 50-60 тысяч рублей. Нету предложения. На сегодняшний день это очень выгодно. Почему? Ключевая ставка на сегодняшний день, вот буквально позавчера утвердили, да, ее 16%. Даже если у вас есть деньги, ну, их можно положить проще в банк. Ну, 6 миллионов положите в банк, будете получать 90 тысяч в месяц. Ничего не делая. В этом же банке придете и скажете, у меня двое детей. Вам скажут, вот вам 6%. Верите. Поэтому до 1 июля она действует. Конечно, в эту сферу сейчас приходят экскроу-счета. Цена немножко изменится, потому что, ну, банки говорят, типа, компенсируйте расходную часть между ключевой ставкой и той, которую мы даем, а там 11%. То есть будет увеличение, но для людей это еще и максимально выгодно. Потому что если мы берем проектное финансирование в этом банке, который дает деньги на это финансирование, вы можете взять семейную ипотеку даже не под 6%, а под 4,8%. У вас платеж вообще там будет 28 тысяч в месяц. Конечно, это выгодно, потому что если мы возьмем рынок первичного жилья, сравним с квартирами. 6 миллионов рублей, дом 85 метров. А что я за 6 миллионов рублей куплю еще? Однокомнатную квартиру 35 метров. Так и будет. Плюс надо понимать, что все-таки людей, которые могут платить 30-35 тысяч рублей в месяц, их много. Но эти люди в большинстве случаев не имеют либо первоначального взнос, либо суммы накоплений. Мы в этом вопросе тоже помогаем людям, как это правильно сделать, как это правильно оформить. Для них это уникальная возможность, потому что все, что есть готовое, они купить не могут. Потому что там нужны 2-3 миллиона как минимум своих. А если это молодой специалист или молодая семья до 30 лет, где они сейчас? Живут либо с родителями, либо на съемной квартире. Какие миллионы рублей? Они в лучшем случае, как они говорят, копили 200 тысяч, решили там купить самокат. Сложно в нынешней инфляции накопить миллион, который будет такой, о, миллион у меня еще. Пока копишь миллион, этот миллион уже будет 100 рублями. Это на самом деле... У меня такой вопрос. Вообще, какие подводные камни могут быть в заключении этого долга? Хотя, по идее, мы если покупаем все через банк, да, у нас банк делает проверку участка, следит за строительством, приемка дома. Потому что, если вдруг вы не выплачиваете, это становится собственностью. Конечно. И здесь, получается, вы не должны рисковать, так ли это? Здесь вопрос в чем? Да, действительно, вы правильно говорите, что мы строим залоговое имущество банка. Собственником будет имущество, когда он его выплатит. Нас контролирует полностью банк. То есть, ипотека траншевая. Что такое траншевая ипотека? Вы пришли, с вами заключили договор, выбрали проект. Нам не переводятся все деньги, нам переводится траншевый. Перевели 30%, залили фундамент, мы пришли к вам. Примите, пожалуйста. Вы такие, приняли. Загрузили фотографии, отчеты, видео в специальное приложение Сбербанки. Отправили еще, перевели второй транш. Пришли, сдали стены, крышу. Подписали бумаги, отдали. То есть, там невозможно как-то по-другому это сделать. Так же и по земельным участкам. Многие, конечно, приходят со своими земельными участками. Я сразу говорю, не на каждом земельном участке это можно реализовать. Если у вас там участки какие-нибудь, не знаю, ЛЭПы, охранные зоны или не то назначение, банк на это финансирование не даст. Поэтому мы приходим, говорим, есть земельный участок? Говорим, да. Дайте расширенную выписку. Отдаем в банк. Банковские юристы все проверяют. Иногда требуют уведомления на строительство, согласование с аэропортом. Ну, много нюансов. Человек делает, тогда пока он не сделает, никакого финансирования быть не может. Банк за свою недвижимость очень сильно переживает и проверяет. И на каждом земельном участке это можно построить. Особенно вот если мы говорим земли сельхоз назначения. Нет, никакой льготной ипотеки, не семейной. Никто вам на земли сельхоз назначения не даст. Только на земли границы населенных пунктов. Это либо ИЖС, либо ЛПХ. Для заказчика это максимально безопасно. А если мы говорим про экскроу-счета, ну, это так же, как по ФЗ-214. Деньги дал банк, и застройщику они не придут до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства. Пока есть такая возможность, ей надо пользоваться. Мы там не ветераны СВО, не многодетная семья, не имеем детей, которые подходят. Но мы хотим попасть в эту ипотеку вашу. То надо выбирать участки Славянс-на-Кубани, Крымский район, где-то будет именно сельская ипотека. Да, но сельская ипотека тоже есть момент. Территория, да, ходится. Но при сельской ипотеке, во-первых, у вас кредитный рейтинг должен быть соответствующий. Государство тоже ни направо, ни налево раздает. Выбрали, ладно, территорию. Во-вторых, кредитный рейтинг не меньше 800 баллов должен быть. Из 990, ну, самый идеальный клиент от 999 баллов. Потому что многие люди приходят, у них вторая ипотека. И нагрузка уже растет, и там коэффициент мер 400. Таким не дают. Во-вторых, при сельской ипотеке, если мы говорим банк, там, Кубань Кредит, Россельхозбанк, вы должны быть официально трудоустроены, либо подтвердить доход свой на сумму не меньше 75 тысяч рублей. У вас должен быть желательно либо в собственности земельный участок, либо первоначальный взнос за него 25-30%. Сама ипотека оформляется где-то в течение месяца. Это не просто как Сбербанк. Почему? Потому что согласование происходит с Министерством сельского хозяйства. Еще это затягивается. Плюс там есть лимиты в каждом банке. Потому что, как вот у нас сейчас, раз, например, по Кубань Кредиту лимиты закончились. Выбрали. Но, тем не менее, есть. Но еще, опять же, вы говорите, если нет детей там или еще, вы пока еще до 1 июля можете воспользоваться простой ипотекой 2020, которая под 8%. Да, еще месяц пока есть. Что касаемо участников СВО, буквально сегодня новости смотрели. У них уже на сегодняшний день есть 2%. Но пока это ЛНР, ДНР и Запорожская область. Вот там есть 2%. Причем как на первичное, так и на вторичное жилье. Ну, Краснодарский край сюда не входит. Поэтому здесь пока самое интересное. Ну, это сельская ипотека. Или под Краснодаром, или Санск-на-Кубань, или Крымск. Между Новороссийском и Крымском есть же граница, где они соприкасаются. Вот, например, та же станица Неберджаевская. Та же станица Варениковская. Там есть сельская ипотека. Да, там... Неберджаевская от нас, ну, сколько-то метров 40, получается, от Анапы. Да, ну, то есть просто платеж 18 тысяч. Это прям рядышком находится. Да, но там земельные участки в Варениковке, они же все тоже это понимают. Два с половиной, три. Да, а просто потому, что повышенный спрос. Варениковская это самая богатая станица из Крымского района. Ну, если взять, вот, посмотреть, какие там дома. Женя, вот если брать Варениковскую, одно из лучших. Из нее быстро до Азовского, быстро до Черного, быстро в Канапе, быстро в Крымск. Крымск это большой тоже там город, находится быстро, в Слаенск можно доехать. Ну, это вы понимаете. А многие же приезжают, они же по Яндекс.Картам смотрят, сколько расстояния до моря. Поэтому в этом плане кучу гуры, конечно, выигрывают. Да? Ну, тут вопрос, что до моря из Варениковской добраться гораздо быстрее. Сейчас артерии достроятся, что до Крымского моста там просто будет улетел, потому что пройдет рядом дорога, что сюда в сторону Анапы по объездным этим путям тоже очень быстро будет. Ну, и ехать туда, ну, 30 минут. Так вот они же говорят, они говорят, мы с Крымска быстрее в Кучукуру попадаем, чем отсюда вы в этом. Или вот попробуйте, отсюда доедите до Новороссийска. Это вот такая же, Петрушка. Они говорят, у нас намного комфортнее. Я каждый раз, когда говорю, говорю, парни, приедьте в Новороссийск. Они такие, Алексей, давайте лучше вы в Крымск приедете. Я сегодня в Новороссийск. Да, да, да. Ехал он в встречу, у нас должна была пройти на набережной Новороссийска, не в Анапе. Я застрял в пробке, потому что там один въезд, других объездов нету. Повезошла авария, 20,5 часа, я ехал километр, на повороте первым ушел направо, и мы встречаемся в Анапе. Потому что быстрее было доехать из Новороссийска. Да. Сейчас в Новороссийске между Раевской и Натухаевской вот этот обход, который шел, он же теперь перешел в разряд Новороссийского района. Там кольцо они делают, четырехскоростную трассу. Поэтому там в Новороссийске, конечно, в ближайшие 3-4 года будут пробки от слова совсем, потому что там горлышко. Но через 3-4 года там будет отдельная трасса, которая вот эти вот сейчас дороги, по которым через Верхнюю Баканку, это будут внутренние дороги. Будет высокоскоростная прямо на Геленджик. Дорога, поэтому... Мечтаю. А ее уже все, начали. Там уже лес пилили, кольцо вот это там заливают. Цивилизация везде приходит. Особенно на юге у нас, потому что вы сюда переезжаете, и для вас здесь стараются лучше число. В самом начале я задавал этот вопрос, и сейчас, чтобы повторимся, все-таки какая локация и для кого будет предпочтительнее, чтобы вот сидя с той стороны экрана, вы уже поняли, в какую сторону вам смотреть и насколько нужно рассчитывать за трассу. Первое начнем с Новороссийска. Крупный портовый город. Основным фактором является наличие промышленности и работы. Но земельные участки там начинаются на сегодняшний день где-то 3-3,5 миллиона рублей. Это вот до Волчьих ворот, если мы говорим. Новороссийск – это работа. Анапа – это курорт. Это дорого. Ты должен себе мог это позволить. Все, кто не могут определиться, я на курорте, либо на работе, все у нас едут в Натухаевскую, в Семигорье и в Раевку. Почему? Потому что это находится между двумя городами. 30 километров туда, 30 километров сюда. Дальше. И Витязево. Это вообще отдельное такое, скажем, небольшое государство, поселок. Там в основном все связано с отдыхом, с песчаными пляжами, с гостиницами. И многие бы просто выбирают. Просто хочу Витязево. Они даже доезжают до Витязева, и в Анапу даже вообще не доезжают в этом. Почему? Потому что тут рядом аэропорт, рядом линия, и им комфортно, и они не хотят в Анапу. Тамань. Тамань на сегодняшний день – это перспективы. На Тамане крупный порт Тамань. Он по объему, мне кажется, уже скоро превысит порт Новороссийска. Но надо понимать, что Тамань на сегодняшний день – это как Витязево в 2008 году. Дешево, но чего-то нет. И это не Анапа, и это не Новороссийска. Это вот просто-просто-просто. Там есть, в принципе, инфраструктура школы. Да. Есть медучреждения. Как же там чего-то нет. Да все есть там. Нет, ну есть, но все равно просто… Меньше людей. Да, меньше людей. И я говорю, ну все равно, вот Витязево 2008 год. Ну вот серьезно говорю. Вот я вот прям вот был и вот так посмотрел. Это о чем говорить? Да, там низкие цены, но там есть рост цены. Цивилизация сюда проходит. Посмотрите, где Анапские, Новороссийские и Геленджикские, Краснодарские застройщики. Куда они бежали? Все в Тамань. Все туда, там строятся апартаменты, жилые комплексы. Почему? Потому что дешевая, пока еще доступная земля. Что касаемо следующей локации – это Крымск. Кто выбирает Крымск? Крымск называем маленьким Новороссийском без моря. Есть и транснефти, и лифт какой-то там строительный эти, и стекольные заводы. То есть там столько всякой есть промышленности, и это не кучу гуры. Это город. Прям такой город-город. Кто его выбирает? Во-первых, там все комфортно. Кому надо попроще? Кому не нужны вот эти все отдыхающие? Люди просто там живут. Надо на море, вот сел, доехал. Проще подключить коммуникации. Проще устроить детей в школу. Хватает тех денег. Жизнь проще и дешевле. Мне кажется, даже анапские туда что-то приезжают, покупают, здесь этим торгуют и все. Потому что там другие цены на продукты, на все. Потому что там очень много чего и произрастает. Фермеров много. Земельные участки, кстати, там где-то от миллиона триста. Следующее, это Славянск-на-Кубани. Это очень богатый город. Я не знаю, почему они там сосредоточились, вот эти богатые люди. Они такие, знаете, они как... Это типа как пригород Краснодара считают. То есть у них бизнесы в Краснодаре, там, на Новороссийске. И они такие говорят, ну там вот пробки, а мы здесь, короче, живем так, на Славянск-на-Кубани. Там такие озера, цены. Я такой, цены субсеха в Славянск-на-Кубани. Я говорю, почему? Да вот так. Вот мы так хотим, вот у нас здесь комфортно. И, как он мне сказал, понравилось. То есть если брать, нам сказал один там человек местный, Краснодарский край по уровню жизни, по всему достаточности, не беря Черноморское побережье, Приморское, да, Славянск самый популярный и самый комфортный город. И я вот поездил, посмотрел. Ну, действительно есть тоже все. И там прямо такое развитие. И администрация вот прямо так суетится. Прямо вот, ну, мне понравилось. Все развивается. Какая-то утиная тропа, озера там облагородили, садик. Школы такие новые строят из кирпича. Я обалдел. Исторонские кирпички слышал? Да, 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 не, слышал. Как бы имеется в виду образующие кирпичи. Да, да, да. И там много тоже. Там такие есть агрофирмы, на которых, я не знаю, мы там ехали по территории. Вот этот гигант, когда там столько народу работает. Им прямо комфортно, все. И у них тоже логистика выстроена. Захотел, в Краснодар приехал. Очень понравился Славянск на Кубани. Сейчас у нас одно из направлений. Мне прямо понравился. Я его назвал этот район под Краснодаре. Это северский район. Выезжаешь из Краснодара в сторону Анапы-Новороссийской. Вот попадаешь в этот северский район. 16-30 километров, грубо говоря, от Краснодара. Люди нахватали всех вот этих человейников, которые там вот это, вокруг Краснодара, всего этого настроились. Прямо тренд начал смещаться. И многие люди в 6 миллионов рублей стали выбирать. Еще 30 минут доедем. Там просто очень удобная развязка и выезд на горячий ключ. Ты, получается, живешь в пригороде Краснодара. 30 минут ты на работе. Для жителей Краснодара это вообще ни о чем. Там леса, грибы, речки. Прямо приезжаешь, как будто в среднюю полосу попал. Я был даже очень сильно удивлен. Люди находятся на разной стадии. Кто-то приезжает, вот молодые, например, нужна работа. Я им всем прихожу, я говорю, да, друзья, все классно, Анапа. Что вы будете здесь делать? Чем заниматься? Они такие, там, раз, Новороссийск. Кто-то более возрастные. Им нужно уже там земельки поковыряться, побольше участок. В субсехе особо там не наковыряешься. Я говорю, ну, возьмите, будет более комфортно. У них все, там уже пенсии есть, квартира где-то сдается. Они просто хотят тишины. Поэтому здесь надо смотреть, входя из каждого заказчика. Если это молодой специалист, его основным фактором наличие школы, садика, работы. Если это человек более обеспеченный, то это логистика. Как он добирается до той или иной локации, до работы. Если это более возрастные, то им нужно тихое место. Тихое, комфортное место, где доступная жизнь и дешевое есть. Это, естественно, вот те же Кучугуры, тот же Крымский район. Все гораздо проще. Нету никакой-то советы. Дорогие друзья, если у вас остались вопросы, озвучьте номер телефона, куда можно позвонить. 8-918-665-0001. Это главный офис в Новороссийске. Попадаете на моего помощника, она распределяет в зависимости от той или иной локации. Вот это все. Когда вы хотите, пишите комментарии, ставьте лайки, ну и переезжайте к нам на Кубань. В любом случае, все места, которые были озвучены, это все крайне ближе, чем вы сейчас живете. Конечно. На 100%. А самое важное, это тот климат, который у нас есть. Вот у нас два года подряд была нетипичная для нас весна, холодное начало лета. В этом году, середина апреля, майка, шок, покупаюсь в море, красота. Берегите, как говорится, свое здоровье. От души всем пока-пока. Пока-пока.